Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня будем с вами тестировать не совсем новинки, но тем не менее Фаберлик новинки для меня, а делать макияж. Итак, поехали! Что мы с вами начинаем? Начинаем с вами с ухода. Уход я уже осуществила. Сейчас наношу SPF достаточно плотным слоем, потом, когда он впитается, я излишки уберу матирующими салфетками. Я уже рассказывала вам в обзоре заказа, вот это, где у меня есть пигментация, я прям плотненько втираю, что бюджетный SPF, они все делают кожу блестящей, скажем так, да? И как я с этим справляюсь? Я с этим справляюсь именно с помощью матирующих салфеток Фаберлик. И очень, знаете себе, замечательно происходит матирование. Сейчас он SPF впитается, я дам ему где-то полчасика, а может и чуть поменьше, и излишки мы с вами уберем матирующими салфетками, у нас не будет такого жирного блеска на лице. Мне очень понравился такой способ, поэтому теперь мой москар в салфетке супер. Так, дальше. Что мы с вами делаем? Тональные средства я никакие сейчас не наношу. Мы будем с вами тестировать консилер для век из линейки Do the Best. В обзоре заказа свотчи делала и все показывала. Он бежевый. Вон мне почему-то на руках западал в складки, в морщинки на руках, да? Давайте пробовать. И заодно у нас с вами циклеят тенюшки. Посмотрим, как ложатся. Так, наносим на подвижное веко. Я и не на подвижное нанесу. Сейчас посмотрим, что с ним будет. А на руке он кожу мотировал. Он слегка выбеливает за счет своей консистенции. Скорее всего сейчас придется поправлять. Сказать, что он прям сильно разглаживает. Пока не могу. Сейчас дадим ему время, да? Устаканится на веках. Пусть будет так. Мы с вами пробовали без консилера тени из клея, да? И те, которые у нас с вами шиммерные, которые с блесками, с огромным количеством, они ложились плохо. Пальцем более-менее, влажным способом более-менее плохо. Сейчас посмотрим, как на консилер. Очень интересно. Все в складочке собирается. Видно вам или не видно? Не знаю. Все прям собирается в складке. Надо поправлять. Поправлять. Я так похлопывающими движениями. Все-таки хочется, чтобы результат какой-то был и закрепился, да? В складку все собирается. Очень похож он на Beauty Lab консилер. Ну, что, какие-то недостатки перекрывает? Нет. Навряд ли. Праймер. Я почему его называю все время консилером, девчонки? Это же праймер. Это праймер. Не знаю. Так вроде выравнивает. Выравнивает. Но у меня нет каких-то явных морщин. Но вот сама складка, она почему-то как будто чем-то заполнилась. Слушайте. То есть не то, что там продукт собрался, я его убрала. Она сама по себе как будто чем-то заполнилась. Вот вы видите разницу? Надо было одно веко оставить, одно нет. Она как будто чем-то заполнилась, да? Ну, вроде схватился, но веко почему-то матово не сделала. Но у нас с вами еще СПФ крем же там, да? Что мы делаем дальше? Дальше тени. Ну, давайте шиммерные уж потестируем. В оттенке 58-81. Такие вот блестючки. Кисточкой Фиберлик буду набирать. Будем с вами пробовать. Так. Такими прихлопывающими движениями. Блин, ну они так шутко осыпаются. Это, конечно, капец на самом деле. Так, я тут рядом с зеркалом. Слушайте, ну, вроде с праймером ложатся получше. Блеск прям такой. Ну, по крайней мере, не так жует веко. То есть вот этого вот нет. Хотя было, когда мы с вами делали макияж, да? Было. Сейчас оно не выглядит таким зажеванным. Поэтому нормально. Все осыпалось под лицо. Все равно. Это я дело вообще не люблю. Сейчас будем с вами еще подводочку тестировать. Подводочку. Так. Ну, с ним лучше. С ним однозначно лучше. Однозначно. Если вы такими продуктами пользуетесь, то сладкий. Особенно еще, которые жуют веко, то, да, с ним однозначно лучше. Он работает. Посмотрим еще, как продержится. Потому что вот эти тенюшки, они, конечно, имеют свойство осыпаться в конце дня. Посмотрим, как они продержатся. А так пока мне нравится. Нет вот этой зажеванности. Здорово. Отлично. Так, что у нас с вами дальше? Ведем сейчас в нижнее веко быстренько. И будем подводочку пробовать. Подводку у нас с вами Glam Team. Первый раз пробую. Артикул 57-68 черное. Будем рисовать межресничку с вами. Вот, моя красотка. Ой, там бейсболочку надела. Ну, вообще. Ну, вообще. Так, поехали. Кисточку тоже подробно показывала в обзоре заказа. Мне очень нравится маркер. Сейчас оценим. Качество этой подводки. Не, ну, так удобно пока. В принципе, удобно. Все достойненько. Сейчас самое главное, как будет хвостик. Смотри, она в глаз заливается. Видите? Она льется в глаз. Если рисуете близко к глазу, то прям неудобно. Жидкая. Сейчас будем поправлять. С маркером у меня, конечно, таких проблем не было. Прямо она залилась в глаз, залилась конкретно. Не очень приятное ощущение, скажу я вам так. Так, пробуем рисовать уголок. То есть саму стрелку. Насколько это возможно. Слушайте, а вот сам уголок даже маркером удобней. Он получается остреньким, классным таким. В смысле, подводкой. Маркером неудобней. Гораздо причем неудобней. Уголок понравилось больше рисовать. Сейчас буду второй глаз пытаться накрасить аккуратно, не залив в глаз. Ай, ай, ай. Я сначала не буду близко даже подносить. Ай, ай, ай. Так, пока не затекло. Она, в принципе, быстро схватывается. Но тут почему-то мы с вами не успели, да? Пока не затекает, но уже страшно. Рисуем стрелочку. Так, пробуем. Вторую теперь. Да, однозначно удобней. Подводка однозначно удобней рисовать саму стрелочку. Прям вообще огонь. Прям можно вырисовывать с такой точностью. Слушайте, классно. Одинаковые. И можно прям тоненький-тоненький делать кончик. Ой, понравилось. Слушайте, буду с удовольствием пользоваться. Надо коричневый такой еще приобрести. Посмотрим еще, как будет держаться. Я в конце вечера вам сниму обязательно, как будет выглядеть уже. Макияж у нас с вами. Немножко вот здесь накосячили. Подправить. Все, здорово. Слушайте, понравилось, понравилось. Так, что у нас еще с вами было? У нас еще с вами был пинцет. Он окрасился и пинцет тестировать, да? Вообще оригинально. Оригинально. Потом ресницы. Тушь всегда ферст-класс. Коричневая, никакая другая. Ну, сейчас вместе с вами протестируем, потому что есть что удалить. Блин, нет. Мне не нравится. Я такие пинцеты не люблю. Это такой же вот, как у меня. Свайл Береселезон. Он острый. И можно очень сильно потравмировать века. Если вот этими острыми кончиками волосик поддевать. Не, ну так вроде ничего, но он очень острый. Вот у меня есть несколько. Этот такой же, как с Азона Свайл Береса. Вот есть вот такой, смотрите, вообще с тупыми кончиками. Вот им одно удовольствие поддевать бровку, выдергивать. Ты ничего не поцарапишь, вообще ничего не сделаешь. Вот у меня Свайл Береселезон, не помню уже. Он пипец какой острый, вот эти вот наконечники. Просто пипец. И здесь та же самая песня. Они очень острые. Просто. Вот тогда же руками трогаешь и больно. Я не люблю такие честные пинцеты. Но буду пробовать еще потом, может быть, и зайдет. Ну вообще царапает прям кожу и больно. Эта песня точно не моя. Хотя я слышала, многие любят пинцеты Фаберлик. Но нет, мне не нравится. Мне больно. Не из-за того, что я выдергиваю бровь, а из-за того, что очень, очень острый. Так, наконец-то у меня новый тушь. Фёсткласс пришла в заказе, а то все уже повысыхали. Покажу ее вам сейчас в действии. И уже, наверное, будем с вами мотировать салфеточками лицо. Пока подводка не отпечатывается на веки. Посмотрим. Один слой. Это еще новая тушь, она не раскрасилась еще, ничего вообще новая. Совершенно. Что-то я сегодня вся уделалась. Опять почему-то в этом глазу собрались остатки туши. Не туши, а подводки. Такой простой обыденный макияж. Я сейчас даже тенями не пользуюсь, потому что уже достаточно жарко. Подводка туши пошла. Никакого тональника, ничего. Вместо тональника на лето автозагар. Но оно лицо сейчас и так немножко подзагорит. Могу чуть-чуть подзамазать консилером пигментные пятна. Локально, точечно точнее. Не более. Красить ресницы и не открыть рот так не бывает никогда. В общем, так сейчас второй слой накрашу. Реснички готовы. Теперь берем пару салфеточек и промакиваем излишки крема с СПФ. Видите, она сразу становится влажной. И кожа сразу становится мотированной. Да, эта щека и эта. Разница колоссальная. Двух салфеток мне хватает, чтобы именно от СПФ такой жирностью брать. А так потом в течение дня, если понадобится, одной хватает. Если я кремом с СПФ не пользуюсь, допустим, в этот день, бывает и такое. Так и второе. Видите, как много излишков. Даже порвала. Все, что нужно, оно уже впиталось. Нос еще блестит у нас. Таким образом. И лоб, и все, и красота. Никакого дискомфорта от крема вы не будете ощущать. Можно взять с собой. Вещь классная. И лицо защитили. И не блестим, как жирный блин. Вот такой вам лайфхак, девчонки. Что по этому поводу думаете? Подпишите. Мне в целом все понравилось. Мне праймер понравился. Нормально работает вроде. Подводка понравилась. В конце дня я покажу макияж. Будем оценивать его на стойкость. Будем делать татуировки. Себе куда-нибудь сделаю Ксюшке. Посмотрим, сколько вот эти будут держаться. С парфюмерными она, кстати, входит. Сейчас покажу уже несколько дней. Все отлично. Ксюшки прилепили. Ну-ка, отлепляй давай смотреть. Спонжем мокрым прижали. Все, на месте. А пахнет? Ура. А, нет, это не пахнущее. Себе тоже на щеке делаю. Сейчас покажу. И себе зафигачила. Спросите меня, пойду ли я так гулять пойду. Что вы мне, не знаете? Класс. Мне нравится. Здорово. Можно было, наверное, даже вот тут вот сюда немножко повыше сделать. Да, прикольно. Посмотрим, сколько будут носиться. Вечером тоже расскажу. Попробовала, кстати, пасту. И что хочу сказать. Нормальная такая паста. Но она натуральная, прям натуральная. Она не освежает дыхание. То есть, вот когда я пробовала, мне казалось, что будет освежать. Нет. Она дыхание не освежает. Она хорошо очищает эмаль. То есть, прошло уже полдня. У меня налетом на зубах нету. Вечером еще посмотрю. То есть, очищает нормально. Она прилично так для натуральной пасты пенится. Прям прилично. Как почти обычная. Чуть поменьше. И когда вы чистите зубы, потом уже такой травяной отголосок во рту. Ополаскиваете рот. И не чувствуете во рту свежести. То есть, нет здесь вот этой вот какой-то мятной добавки и так далее. Все как будто прям натурально. Поэтому, ну пока чищу. Вот в дополнение в пустых банках, конечно, тоже расскажу. Собственно говоря, уже вечер. Макияж продержался, как вы видите, очень-очень достойно. Тени на месте. Подводка на месте. Татуха на месте. Но вот сейчас, конечно, как я умываться буду делать маски, татухи уже не будет. Поэтому в моем случае, Ксюшка, когда пенка умывается, у нее вот дня на два, на три хватает. У меня, скорее всего, однодневочки будут, татушки. Макияж продержался здорово. Мне нравится. Сейчас будем пробовать с вами вместе белковый напиток Wellness, который мы взяли по распродаже по срокам годности за копейки. Я его употребляю на ночь вместо белков. И нам нужна с вами одна порция, это одна столовая ложка. Я буду употреблять две столовых ложки, две порции. Это как раз соответствует практически суточной норме и норме, чтобы мы с вами худели. Так вот, как он выглядит. Мы уже с вами его нюхали, он пахнет приятно. И сейчас я добавлю две столовые ложки в кружечку, без горочки, наверное. Но без горочки не получается. Я буду мешать его с водой. Можно добавлять и в готовые блюда, то есть в тарелку, с супа, в кружку, с кофе, куда угодно. Я хочу попробовать истинный вкус. Многие девчонки спрашивали отзывы, поэтому развожу с водой. Залила водой комнатные температуры. И теперь все это дело размешиваем. Комкуется, размешивается не сразу. Будем ждать растворения. Сейчас хорошо бы вильчик или шейкер. Мутку где-то поболтала и все равно есть комочки. Будем употреблять. Пробуем. Пробую первый раз вместе с вами. Пахнет смесью молочной, как я вам говорила, Крестюшкиной. Не противный, нет. Нормально. Реально пить. И на вкус тоже слегка напоминает смесь. Но менее концентрированную, что ли. И менее сладкую. То есть сладости здесь нет вообще. Но есть какой-то вот этот привкус ароматизатора, который делает его более-менее приятным для употребления. Нормально, вообще не противно. И знаете, есть какая-то нотка. Но не нотка, а скорее всего вот именно на такой смеси тоже делают белковые коктейли. У меня, кстати, стоят. Надо тоже употреблять. Я имею в виду спортивное питание. Не скажу прям, что это вкусно. Вкусно, но это не противно. То есть рвотный, тошнотворный рефлекс не возникает. Да что ж такое-то. Что ж такое. Кстати, татуха не смылась даже после глиняной маски. Чудеса. Нормально. Мне кажется, в следующий раз можно поменьше водички сделать. Чтобы побыстрее все это выпить. Да, миллилитров 150 вообще за глаза. Ну и все, нормальненько. О результатах такого метода интересного похудения я делюсь в телеграм. Буду делиться. С сегодняшнего дня вот начала пить. Посмотрим, буду взвешиваться с утра. На этом видео буду заканчивать. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Компания дарит деньги. Никто вас заставлять заказы делать не будет. Все в удовольствие. Все в кайф. Еще и деньги в подарок, которые можно потратить на какие-то необходимые нужды. Например, на бытовую химию, которая сейчас подорожала в магазине. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.